Впервые я приехал в Киев в 2004 году. В то время я играл в музыкальной группе. Мы с друзьями-музыкантами решили попутешествовать на поезде по Восточной Европе. Правду говоря, Киев тогда для нас был всего лишь названием, городом, о котором я не имел ни малейшего представления. Когда ты думаешь о Париже, сразу вспоминаешь Эйфелеву башню. Думаешь о Риме, вспоминаешь Колизей. Но такого ассоциативного образа Киева у меня не было. Я помню то утро, когда мы приехали на вокзал. Я ничего не понимал, не мог даже ничего прочитать. Мне казалось, я попал в другой мир. Пешком, сами, без GPS, без гугла. Мы дошли до Крещатика и я просто влюбился в этот город. Мне понравилось именно его отличие от других городов. Потом мы поехали в Москву, но впечатление было уже не таким сильным. В случае с Киевом, это была любовь с первого взгляда. Позже мне посчастливилось вернуться, так как я изучал методику преподавания иностранных языков и решил писать тут научную работу. С того момента я остался здесь. Моя жизнь после приезда не сильно поменялась. У наших народов много общего. Это любовь к семье, любовь к традициям. Киев большой город, в котором есть все. Тут можно легко найти итальянский ресторан и встретиться с разными людьми. У меня нет друзей-олигархов. Основная часть моего окружения – это обычные люди, в которых я вижу страстную любовь к культуре. Это качество, к сожалению, не всегда можно найти у самих итальянцев. К нам приходят молодые ребята, которые любят оперу, театр, итальянскую оперу, в то время как мы, итальянцы, больше не ходим в оперу. Мы не знаем, что происходит в Богеме и Регулято. Однако я заметил и то, что отличает украинцев от итальянцев. Для меня это было шоком. Возможно, это еще осталось с советских времен, но многие люди здесь работают на автомате, без удовольствия. Когда я был студентом, то работал в большом супермаркете. Это было не мое, я не чувствовал энтузиазма. Поэтому советую всем, попытайтесь понять, что вам на самом деле нравится и что делает вас счастливыми. Мне, к примеру, всегда нравилось быть с людьми. Я предпочту 8 часов подряд читать лекции, чем сидеть в офисе за компьютером. Когда я переехал в Украину, с одной стороны, я видел, насколько украинцы любят мою культуру, мой язык. А с другой, я замечал, что работа преподавателя языковых школ была не всегда профессиональной. Потом я встретил Светлану Мартыненко, специалиста по маркетингу. И мы решили, что я умею преподавать и мог бы вести уроки. А Светлана умеет управлять компанией, работать с клиентами. И мы решили попробовать. Не хватало школы, которая работала бы с настоящим энтузиазмом, проводила бы различные мероприятия. Мы начали практически с нулевого бюджета. За время нашей работы мы добились значительного результата. Ведь все, что мы делали, было с любовью и энтузиазмом. Фабрицио де Андре, в его честь мы и назвали наш центр, это итальянский автор-исполнитель, которым я больше всех восхищаюсь. Я поначалу удивлялся, что люди знали певца Пупо, группу Риккия Повари, которые являются, конечно же, прекрасными исполнителями, но никто не знал Фабрицио де Андре. Я думаю, что Фабрицио уникальный певец. Такой человек рождается раз в тысячу лет. Он поет в своей уникальной манере. И хотя в переводе магия слов утрачивается, все же я советую всем ознакомиться с его творчеством. Мне очень нравится песня о химике из альбома «Non al denaro, non al amor e non al cielo» Фабрицио де Андре. В этой песне рассказывается о человеке, который досконально изучил науку, но сам так и не понял, почему существует любовь между людьми. Он настолько был важен в моей жизни, что я просто обязан был дать его имя школе. Мне иногда случались курьезы, когда студенты считали, что Фабрицио де Андре – это я. А потом они рассказывают своим друзьям, что вчера у меня был урок с Фабрицио де Андре. Он же умер. Как умер? Вот бывали и такие ситуации. Мы – единственная школа имени Фабрицио де Андре, которая признана его одноименным фондом. Мы также являемся единственной частной языковой школой в Украине, которая может выдавать международные сертификаты об изучении и о знании итальянского языка университета Сиена. У нас в центре очень серьезный отбор людей, которые с нами работают. Также у нас есть летняя школа в городе Сан-Ремо. Сейчас мы готовим к открытию на зимний период школу в Турине. Нашими студентами являются самые разные люди. Мы можем преподавать бабушке, для которой Италия была мечтой юности, или учить ребенка, который просто хочет поехать в Италию. А международный сертификат – это прекрасная мотивация, потому что для достижения результата важно ставить конкретные цели. Этот сертификат признан во всем мире. Он особенно важен для тех, кто собирается использовать итальянский в работе. Каждый год мы организовываем мероприятие, посвященное итальянскому Рождеству. Мы показываем разницу празднования Рождества в самой Италии, между севером и юго. Все зависит от региона Италии. Классическое блюдо – это, конечно же, лазанья. Также подают много разных закусок, салатов, обязательно мяса. Поскольку я вегетарианец, моей семье приходится искать альтернативу. Из сладостей мы подаем панеттоне – это традиционный рождественский кулич для всей Италии. Еще одна из традиций, что мы всегда ходим в церковь на службу. После мы встречаемся с друзьями и раздаем друг другу шоколадки. За пять лет ажиотаж к нашему рождественскому фестивалю возрос. Мы проводим его в большом зале, так как приходит все больше людей, которые любят нашу культуру. Именно итальянская культура первой вошла в дома к людям через песни, через фестиваль Сан-Ремо. Все годы не было ни одного дома, в котором не звучали бы песни Челентано. Наша задача сейчас – сохранить эту любовь к культуре Италии. Киев – это мой город, который я очень люблю. Особенно весной, когда все распускается, люди гуляют по паркам и радуются окончанию холодов. Я счастлив здесь. Именно в этом городе я обрел свое призвание, открыл культурный центр. Если бы Киев был человеком, то я бы сказал, он первый поверил в меня, и ему первому я доверил свои мечты. Очень счастливый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok